Итак, уважаемые друзья, сегодня сейчас будем создать ель, колючую, видовую, которую мы выращиваем в нашем питомнике, из семян. Вот она была убогая, никто ее не хотел брать, вот смотрите, тут два ствола идет, два ствола, вот она была такая никотистая, лысоватая вся, фотки у меня не сохранилось, ну то что она набилась за два года, это однозначно, вы видите почку тут, на следующий год это будет вообще бомба, а не елка, и все приходят и говорят, а вот эту, вот эту, вот эту, которую вы, извините, меня не хотели брать, я вас не обвиняю, все правильно, вы берете то, что выглядит красивее, но я вам говорю, что пример того, что если она лысоватая, это ничего страшного, ей колючая, набивается очень хорошо и очень быстро, поэтому не стесняйтесь, берите, сажайте, да, для всего нужно время, но поверьте мне, я не заметил, как у меня вымахала ель около трех с половиной метров, которую я сейчас уже обрезаю, а сейчас пойдем и посадим ее, место я выбрал вот здесь, поэтому будем сейчас сажать ее, я хочу, чтобы она доросла, примерно до двух метров, и потом уже смотреть, как обрезать ее, что с ней делать, но затем уже естественно, соответственно, если найдется покупатель, то мы ее выкопаем с комом, и соответственно продадим, но всегда жалко расставаться с такими экземплярами, поверьте, которые выхаживали 5-6 лет, так, яма готова, набираем воды, сейчас даже не скажу, она была пятилеткой, очень маленькая и неказистая, а сейчас мы 2 года 7 лет ели, некоторые семилетние елки достигают примерно около метра, сантиметра 70, ну мы сажать будем, такие большие тоже, у нас там есть по метр двадцать, по метр тридцать, ну как всегда набираем воды в яму, примерно столько до половины, открываем пакет, эта елка была выкопана сегодня, корневая у нее хорошая, можно видеть, эти все корешки пойдут, они все живые, если вы берете в горшке, и там запутанная корневая, то не факт, что они все живые, это сильно глубоко, чуть-чуть посыпаем землячки и засыпаем полностью по кругу, и как всегда делаем поливочный круг, можно из земли выкопать к стволу, а потом от ствола, от гриба, чтобы сделать поливочную ямку, если выровнять ее тоже посмотреть, и начинаем опять полив, сегодня у нас 26 октября, сегодня выдался день, ночью было холодно, ночью было примерно минус 5, вода промерзла в ведре на пол сантиметра, ну такие ели можно сажать, и при минус 10, проблемой никакой не составит, ком держится хорошо, также заливать ее, прекрасная погода, до притенять я не буду, пусть закаляется, оттуда с востока будет бить солнце утром, ну ничего страшного в этом нету, вот сейчас уже около 3 часов дня, а здесь уже тень, заливаем хорошо, чтобы вода стояла, ну сейчас мы пойдем заниматься другими делами, а потом еще конечно же польем перед отъездом, обязательно, то есть полив ей нужен хороший, и завтра будем поливать, хоть и сегодня ночью обещает минусовую температуру опять, но поливать надо, земля еще не так остыла, я не думаю, что, что-то с ней случится страшного, потом можно сделать из нее шар, хоть что, можно голову к углобозу сделать, как он, но это ель видовая, ель колючая и обыкновенная, которая вырастает до 15 метров, подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше, на этом уважаемые друзья все, как сажать вы увидели, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok